В Кировской области министра здравоохранения посетила и биомедицинский комплекс «Нанолек». Масштабный инвестиционный проект реализуется в Оречевском районе. Предприятие займется выпуском инновационных лекарственных препаратов и уникальных вакцин. Биомедицинский комплекс «Нанолек» – это российская инновационная биофармацевтическая компания с собственным высокотехнологичным производством. Общий объем инвестиций в предприятие до 2020 года оценивается в 6 миллиардов рублей. «Нанолек» – проектная компания «Роснано». Комплекс займется выпуском лекарственных препаратов, которые сегодня в Россию поставляются из-за рубежа. Комплекс ориентирован на импортозамещение, это в первую очередь. Затем комплекс ориентирован на то, чтобы здесь производить инновационные препараты. Поэтому большое внимание уделяем разработке инновационных препаратов, в том числе по нанотехнологиям с применением наноматериалов. Сегодня это крупнейший проект в масштабах страны. Поэтому не случайно один из пунктов в программе визита в регион министра здравоохранения России – посещение комплекса. Предприятие займется в том числе выпуском первой отечественной вакцины против вируса полиомиелита. Проект начнет «Нанолек» в сотрудничестве с голландским производителем вакцин. Для нас очень важно, потому что это будет первая российская инновационная полиомиелитная вакцина. И мы тоже с ними договорились по полному циклу. Затем они нам отдают всю технологию. Нам нужен полный цикл, чтобы мы действительно ни от кого не дали. Конечно, конечно. Только так и разговаривали. Среди уникальных проектов – это выпуск базовых препаратов для лечения ВИЧ и онкологии, а также выпуск первой в мире вакцины против гриппа на основе вирусоподобных частиц. Всего в портфель препаратов входит 55 наименований для профилактики и терапии социально значимых заболеваний. Причем важно, что «Нанолек» планирует обеспечить полный цикл производства – от исследований до выпуска продукции. Фактически мощнейший кластер. Выформируете, и здесь был биотехнология, иммунобиология. Это в первую очередь, потому что здесь традиции. Конституционные исследования, доклинические. Очень хорошо. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поинтересовалась, как будет решаться вопрос с кадрами на предприятии. По словам Михаила Некрасова, уже сейчас здесь имеется порядка 120 заявлений о приеме на работу. Идет обучение сотрудников. Всего к 2015 году коллектив предприятия составит около 400 человек. Договорились на участие в конкурсе по созданию наноцентров. Если все пройдет нормально, там будет строиться наноцентр как раз по специализации биотехнологий, потому что таких наноцентров сейчас в России нет. Соответственно, он будет работать не только, и может быть в какой-то момент не столько на НОЛЕК, сколько в целом на биотехнологии, на всяком случае. И кадры, и новые проекты разработки будут создаваться там. Один из корпусов компания НОЛЕК планирует ввести в эксплуатацию уже в конце года. Производство начнется с выпуска твердых лекарственных форм, которые в том числе применяются в кардиологии. На первом этапе планируется производство 500 миллионов таблеток и капсул в год, а в дальнейшем полтора миллиарда. Андрей Дозорцев, Вячеслав Голиков, Вести, Оречевский район.